В региональной службе коммуникаций прошел брифинг руководителей областных управлений индустриально-инновационного развития, предпринимательства и туризма. Какие госуслуги они оказывают и какие среди них самые популярные, узнавала Жан-Сулута Стемирова. Областное управление индустриально-инновационного развития оказывает шесть видов государственных услуг. В этом году ими воспользовались 20 юридических лиц. Ведомство заключило 57 контрактов с недропользователями. Из них 49 на добычу, 8 на разведку. Одно из крупных соглашений подписали с австралийской компанией «Лука». В Северном Казахстане они занимаются поиском циркониевых месторождений. Управление предпринимательства и туризма оказывает семь госуслуг. Четыре из них в рамках дорожной карты бизнеса 2020. Это предоставление гарантий по кредитам, поддержки по развитию инфраструктуры, субсидирование, а также выдача государственных грантов. Для получения последней необходимо пройти конкурс. Ежегодно заявки на участие подают порядка 40 человек. В 2017-м одобрили проекты шести североказахстанцев. Все они из районов области. Есельский район молодой предприниматель получил грант на открытие шиншиловой фермы. Данного у нас вида деятельности в регионе нет. Затем у нас проект по организации выращивания грибов вешенок. Также в Есельском районе молодая женщина-предприниматель получила грант. Сумма государственного гранта не превышает трех миллионов тенге. Поддерживают в первую очередь бизнес-инициативы сельчан, молодых людей и женщин. О госуслугах, которые оказывает городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства, отчиталась его руководитель Евгения Сальникова. Всего их шесть. Но с начала года жители Петропавловска не воспользовались ни одной.